Это неоднозначное и буквально с места последних 10 метров добавляет, показывает свой результат и всё. Что касается Гринёва, спокойно на свой результат, 46 маленькими, лупанул утром, опять же, вечером в ту же точку ударил. Ну, всё шикарно. Ну, а мы с вами смотрим финал на 200 метров комплекса. Настя Горбенко из команды Израиля выходит на дорожку номер 8. Она ещё в статусе юниорки, она 2003 года рождения, поэтому юниорские рекорды нас тоже здесь интересуют. Катаржина Коршко, дорожка номер 1. Зои Вёгельман, ещё одна многократная чемпионка Европы среди юниоров. После 2003 года рождения тоже. Сузанна Якобо, ну, 200 комплекс, без неё просто немыслим. Напомню, накануне была серебряным призером на 200 батарфляй. А вот Илария Кузина, вчера на 200 батарфляй, была серебряным призером. Ну, вот опять-таки плывёт 200 комплекс. Ну, Катенька Ходжич вчера 200 батарфляй выиграла, плюс она ещё вчера выиграла 100 комплекс, плюс она к этому выиграла ещё и 400 комплекс. В центре, с лучшими результатами, Маша Уголькова. Она, кстати, серебряный призер большого чемпионата Европы в Ласку. И Собхан Марио Коннор к несусветной радости трибун и надеждам на то, что британка заберёт сегодня медаль. Что-то мне в это не верится, но вполне возможно. Сегодня утром у нас был свой представитель в этой дисциплине. Ира Кривоногова билась как лев, но, тем не менее, осталась за пределами восьмёрки сильнейших. Ира Кривоногова показала 12-й результат, 2-11 и 86. Ну что, Катеньке Ходжи принадлежат все рекорды, кроме юниорских. Юниорский рекорд, а у нас здесь Вёгельман и Горбенко, как раз статус юниорок. Поэтому рекорд мира среди юниоров 2-04-64 принадлежит канатке Кейли Санчес. Был установлен год назад в Британии. Ну что, мне кажется, никто не сомневается в победе Катеньке Ходжу. А вот дальше вопрос открыт. Лично я буду переживать за Машу Горькову. Симпатично мне посмотреть за Иларией Кузинато. Я почти уверен, что Илария сейчас на первом полтехе начал говорить, а Илария Кузинато в первом полтехе как раз их отпускает. Ну и хочется посмотреть за Настей Корбенко. Не могу сказать, что я переживаю за израильскую сборную, но Настя произвела хорошее впечатление на чеканате Европы в Казани, затем на молодежном чеканате мира. Ну и есть у меня предположение, что израильтяне не угробят этого, этого персонажа. Соответственно, мы еще с десяток лет понаблюдаем за ее выступлениями. Ну что, Катенька Ходжу впереди. Как-то даже не то, что не удивляет, а полностью соответствует всем нашим ожиданиям. Сопхан Марио Коннор пока вторая. Маша Уголькова пока держит третий-четвертый наравне с Якобыш, наравне с Кузинато. И, конечно говоря, Кузинато ждал, чтобы патерфляй будет шикарно дальше отвалиться. А нет, посмотрите, Кузинато брасом начинает наваливать. И даже получше Угольковой смотрится. Но я думаю, что Кролем Маша сумеет реабилитироваться. И, может быть, даже тройка призеров ей будет обеспечена. Она там отстает Сюзанна Якобыш со своим мощным Кролем на финише. Но вот я думаю, что сейчас Угольковой нужно брасом еще от Якобыш уходить. Сопхан Марио Коннор она не справится. Но вот и Ларио Кузинато можно обойти. Можно не подпускать Якобыш. Но с Катенькой ход же все понятно. У Сопхана Марио Коннор очень хороший Кроль. Маша Уголькова пока третья. Видим руки Кузинато. Видим отчаянную попытку Сюзанны Якобыш догнать. Но не надо было отпускать на корпус. И посмотрите, Уголькова цепляет Сопхан Марио Коннор. Идет битва за серебро. Конечно, Британия и трибуны переживают за Сопхан. Но она, мне кажется, более приятно видеть. Машу Уголькову на втором месте чемпионата Европы. Ну что, полтора года назад Маша, по-моему, была третьей на 200 комплекс. Вот сейчас спустя полтора года уже в коротких бассейнах станут серебряным призером. Вот Маша. А что она пытается рассмотреть? Неужели не видела, что выиграла? Думаю, что, ну, может быть, там какой-нибудь рекорд. Рекорд Швейцарии. Ну, вот осознала. Поздравляет, сколько он Мари. А что касается Катеньки, ей, по-моему, уже абсолютно стеклянно. Ну, что там происходит. Очередная победа. 2-0-4-68. Результат победится. 2-0-6-59. Это Уголькова. 2-0-6-74. Сопхан Марио Коннор. Много. Почти секунду. Тройки призеров проиграла Сюзанна Яковлев. Даже Кроль не спас. Кузината пятая. Горбенко шестая. 2-0-8-93. Кому интересно. Ну, далее у нас опять полуфиналы. Дело в том, что сегодня последний день, когда будут полуфиналы, за исключением полтинников. Вы видите, что полтинники на этом чемпионате и урок проводятся. Полуфинал в начале вечерней сессии, финалы в конце. Поэтому прогоняются за один день. А вот дистанции 100 метров как раз все сегодня будут именно в стадии полуфинала. Давайте прервемся ненадолго. После чего полуфиналы на 100 комплекс мужчины.